Как-то я схватил бесплатно Neon Abyss, и теперь хочу понять, стоило ли оно своих денег. Ну и, спойлер, стоило. Я на самом деле с этой игрой знаком. Друг мой, враг моего врага. Я Аид. Корпорация Титан лишила меня почти всех сил и убила твоих родных. Чтобы положить конец владычеству безжалостного Титана, мне нужны такие воины, как ты. Если жаждешь мести, выпей это. Окей. Да, я знаком с Neon Abyss, я играл в демку. Когда только эта демка появилась, на какой-нибудь фестивале, по-моему, была она, я в нее тогда играл. И, ну, я не купил эту игру в итоге. Наверное, по нескольким причинам. Во-первых, потому что она стоила 739 рублей на старте. И, ну, мне, конечно, там не жалко на какую-нибудь хорошую игру потратить деньги. Но это какой-то... Это выше моего психологического барьера для покупки... Такой инди-игры. Ну, это, опять же, пресловутая Team17. Походу, мы в ее игры играем уже третью неделю в ряд. Как все я схватил бесплатно. И, да, у них игры оверпрайсняты для ру-сегмента. Они с региональными ценниками не парятся. Но игры выпускают классные. Ну, и если бы эта игра мне очень-очень сильно понравилась, то я бы все-таки ее купил и за большие деньги. Что-то меня все-таки остановило. Так, у нас активный предмет. Это шарик, который нам, видимо, дает полет на комнату. И, по сути, превращает эту игру в ганжин. Потому что мы как будто можем просто перемещаться по всей комнате. И все. А так у нас вид сбоку. И мы подвержены гравитации. Так, использовать бомбу. Ау. Не так близко к себе. Тоже. Так. Тут, на самом деле, много классных механик. Но, насколько я помню, меня в чем-то не устраивала стрельба и вообще перемещение. То есть, платформинг мне как-то здесь был неудобен. Не знаю, может быть, это как-то изменили. А может быть, я просто заново привыкну. В ходе ваших приключений из этих яиц будут вылупляться различные питомцы. Однако стоит помнить, что процесс может закончиться неудачей. Да, вот яйца это фишка этой игры. Мы их собираем и там вылупляются какие-то питомцы, которые могут быть очень полезны. А могут быть неоднозначны. Это то, что я знаю. Ну и босс. Вообще игра очень стилевая. Такая неоновая. Собственно, соответствует названию. И со стилем у нее хорошо. Так, ну... И у меня с адаптацией вроде тоже все хорошо. Я был вплотную к этому боссу, и он меня не задамажил. Он типа... Дамажит только атаками. Тут нет урона касанием. А касанием? Или что? Ну, походу, нет. Я сейчас просто через него прошел. Ну, этот чувак очень легкий. Да. Значок силы. Увеличивает урон от стрельбы. Окей. Окей. Ну, на самом деле, если мне сейчас эта игра очень сильно понравится, то я ее куплю в стиме. Скорее всего. Потому что... Для меня Epic все же... Типа, как... Такая... Платформа для демоверсий. Я люблю все игры держать в стиме. Для меня все-таки важно... Как-то... Удобно отслеживать свой прогресс. Делиться им. С друзьями. И всякое такое. И стим это, по сути, социальная сеть уже, а не просто... Магазин. Так что... Ну, глупо говорить, что у Epic Games какой-то конкурент стима. Он не конкурент стиму. Стим это... Это что-то намного более масштабное и серьезное, чем в Epic Games. Так, это мой первый и второй урон был. Да, потому что я не заметил, что этот чувак бьет. Бьет так, как бьет. Я не спешу разрушать все ящики. Потому что... Так, у меня нет никакого прыжка. Так, а как... А... Я вообще проигнорировал эту платформу. Я не спешу уничтожить ящики, потому что... Это... Вообще говоря... Нам они нужны, чтобы... Залезть. Правда... Сейчас. Вот эта бочка разрушит. Да, окей. Она... Она разрушит, но... Но я не допрыгну. У нас тут две попытки. Я так понимаю. Просто эти каменные мы не можем подвинуть. Я так думаю. Вообще. А с другой стороны мы не можем запрыгнуть. А с этой... Ну, с этой тоже не можем. Просто нам, чтобы запрыгнуть наверх, Нужно... Чтобы у нас внизу был камень, А наверху не было. То есть, нам нужно... О, кстати. Яйцо. И, кстати, это должно сработать. На. Да. Класс. Окей. Я примерно понял, как это делать. Но не до конца. А, у нас еще есть гранаты, кстати. Мы можем не полагаться на... Какие-то бочки. Кстати, инвентарь. У нас тут увеличивает урон. При каждом использовании ключа и шанс выпадения дополнительных щитов. О, это интересно. Правда ли, что вам кажется, будто вам улыбается удача? Угу. Барсик. Да, пушки тут тоже должны быть интересные. Угу. Так. Граната. Эм... Блин. Надо научиться пользоваться гранатами. Окей. У меня две осталось. Ладно, здесь были просто монетки. Но у нас был шанс получить броню, если что. Ну, блин, сейчас мне нравится. Хотя я начинаю попадать во всякие шальные пули. Но мне сейчас нравится, мне кажется, больше, чем мне нравилось тогда. Хотя, может, мне так и нравилось. Просто в какой-то момент меня что-то разочаровало. Не знаю. А, вылупление не удалось. Из яйца ничего не вылупилось. Так. Сундук с ключами. Куда бы эти ключи вообще потратить, на самом деле? Тут можно тэпаться, я так понимаю. Но только в определенных комнатах. И в определенные комнаты. Так. Пиксель-арт, кстати, на ганджиновский походит. В нем есть что-то самобытное, но и ганджиновское что-то тоже прослеживается. Мне все-таки кажется, что персонаж как-то лучше стал управляться. Блин, опять не вылупилось ничего из яйца. Неприятно. Out. Ну и сколько уже эта игра в релизе. Скидка на нее, по-моему, не превышала там 50%. То есть ее явно покупают. На нее не делают какие-то супер массивные скидки. Ну, опять же, 50%. Если делаю на нее скидку, то это как стоимость обычной инди-игры. Нет, Team17. Вылупился кит, который, если его убьют, даст нам щиты. Открыть. За кристаллы мы можем... Эти. Юзать свою билд. Так, это... Ага, вот. Использовали ключ и получили щит. Так. Зачок жизни. Ключ в виде сердца. Я думаю, что это значит, что он нас будет лечить при использовании ключа. А это просто нам даст хп. Увеличивает количество контейнеров сидят. Хоть нам и не объясняют, что это такое, но... Но понятно. Классно. Классно выглядит. Очень классный стиль. Отражение. Кстати, вот в Kingdom Classic тоже такой пиксель-арт. И отражение в воде классно смотрится. Обращали внимание в комментариях. Я тоже обращал на это внимание. не говорил. Так. А вот тут какая-то битва. Мы ее можем открыть гранатой. Ага. Котивировать. О-о-о-о. А тут нельзя как-то дышать, сворачиваться, да? Я так понимаю. Но все же я так понимаю, что тут не это. Не нужно париться о том, что в тебя враг зайдет. Альгина там. Главное не попадаться ему, когда он в атакующей позе. Альгина. Я так понимаю. Я так понимаю. Блин, опять там вылупление не удалось. У нас в итоге из четырех яиц одно вылупилось. Так, ну что-то... Что-то там выпало. Вроде. Нет? Мне показалось, там какой-то... Вычурный ключ был. Не знаю. Так. Кстати, надо не забывать, что у нас есть обилка. На какую кнопку ее использовать, я не помню. Скорее всего, на кив. Но мы ее, я думаю, на боссе используем. Хотя ее, кстати, можно использовать на какой-нибудь комнате, где нам нужно куда-то забраться. Вот. В соседней комнате нам показывают... А, лол, сундук. А, из этого сундука вылез такой сундук. О, и еще из этого такой. Два кристалла. Окей. Окей. Я так понимаю, если по этим фиолетовым сундукам стрелять, то они будут превращаться в красные. Тут что-то типа сделки с дьяволом, с ангелом тоже есть, как в Айзеке. Но только это по-другому немножко заработает. То есть мы во время этажа какую-то карму себе зарабатываем. За убийство врагов там мы красную карму зарабатываем. За убийство сундуков там тоже, за получение урона. Вот. А сейчас вот здесь у нас фиолетовая копица. Не знаю, за что. Может, как раз за получение урона она копится. А за сундуки другая. Ой, за нанесение урона другая. Вот, мы здесь можем использовать шарик, чтобы пройти туда. Ну, давайте сходим еще сюда. Что здесь? Полсердечка. Тут мы гранату можем использовать. Ага, яйцо. Оуки-дууки. Ну, давайте. Я не знаю, из этих штук могут предметы выпасть? Ой. Что это значит? Это я просто смотрю... Как это? Использовать? Сколько у меня гранат? Так, на какую кнопку? Активный предмет. А, расходует три кристалла. Ага. То есть я, если здесь поюзаю, то на боссе не смогу. Ну, окей. Но мне в любом случае нужно... Активный предмет, левая кнопка. Понял. Какой-то странный предмет для активного предмета. Ой, странная кнопка для активного предмета, которую мы можем достаточно редко юзать. Ладно. Бок видеороликов. Да, тик. И тут есть его верный брат Ток, по-моему. Да, игра в тренде. Но она не опошляет эти темы. Просто забавные отсылки получаются. Да, ну... С шариком это... Изерный, вообще. Да. Как... Ау... Блин, вот только пули, летящие с другого конца. Конца. Собирает сердца. Может давать вам щиты. Ой, это прикольно. Так. Бомж. Демонический в языке. Значок поднивая мощь. Увеличивает скорость стрельбы. И еще что-то мы там подобрали, я не заметил. Ну, в общем, это... Я хотел сказать, что я, как заядлый игрок в Gungeon, собаку съел на этих... на этих буллет-хеллах. Так, мы там не зашли в магазин. Вот, кстати... Ага. Ну, я так понимаю, он нам... Ему нужно ни одну... Ни одну половинку сердца собрать, чтобы... Чтобы нам что-то дать. Ну, пожалуй, вот эту половинку сердца я возьму сам. А то, что там лежит... То, что там лежит целое сердце, я ему отдам. Смотрю. Смотрю, что он мне выдаст. Вообще, он выглядит как очень полезный чувак. Так, вопрос только, в каком соотношении он меняет. Ну, он либо целое сердце на половину щита меняет, либо полтора сердца на половину щита. Что-то, что-то, в принципе, хорошо. Учитывая, что щиты мы, по сути, можем бесконечно стакать. Так, мы бы могли потратить сюда три кристалла, но... Но не можем. Так. Ага. 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 То есть он сейчас полтора сердца собрал, но нам не выдал ничего. Это, типа, шанс того, что он выдаст нам что-то, когда подберет. Собирает сердца, и может давать вам щиты. Ага. А, это сид. Я думаю, что снизу написано. В магазин мы не можем зайти, у нас нет кристаллов. Ну, ничего страшного. Зато мы боссы прошли легко. Я так понимаю, нет смысла эти щасчики разбивать. Из них вроде ничего не выпадает. Так, ну, пока что я не встретил чего-то, что меня бы разочаровало. Я слышал, что игра в какой-то момент становится достаточно однообразной. После того, как ты мне достаточно наиграл. Айзек, он наоборот такой, что становится разнообразнее, пока ты в него играешь. Открываются всякие новые вещи. А это... Ой. А это, видимо, наоборот. Ну, не знаю. Мне... Меня не так пугает репетативность в игру. Если играть приятно, то я не против, там, погриндить что-нибудь или что-нибудь такое. То есть, я понимаю, что это такой ленивый геймдизайн. Лучше было бы, если бы... Если бы все было идеально. Но... Идеально, разнообразно, но... Не всегда так получается. Некоторые разработчики умеют создать что-то, что очень хорошо играется, но не умеют это интересно подать. Но это не значит, что игра сразу становится плохой. Я сейчас кашусь в сторону Intazepid. Безумная девочка, которая бросает бомбу во врагу. Надеюсь, это... Меня эти бомбы не дамажит. Intazepid... Я ее... Хвалил немножко в шортс. И когда демо-версии... Играл тоже... Про нее... Хорошо отзывался. Но, по сути, игра очень репетитивная. Она... В ней почти нет контента. Но, тем не менее, в нее весело просто побегать. Пострелять во врагов. Это тоже не без огрехов. Но... Все же... Со своей задачей она справляется. Единственное, что я там не понял... Ачивки. Типа, я... Я хотел ее сначала на все ачивки пройти. Но... У меня... Я прошел там... Все данжи, которые можно было. Но... Мне просто... Не выдали все ачивки. Прикол в том, что если ты проходишь все данжи, и в том числе финальный, то тебе... Просто суют концовку и откатывают твое сохранение до момента, до этого самого... Забега. Вот. Что... По мне так... Очень тупо. Вот в Graveyard Keeper то же самое. Я не знаю, зачем так делать. Зачем откатывать прогресс? Ну... Типа, засчитайте мне, что я вот концовку прошел, и там уже... Да мне пофиг, какие вы там игровые условности сделаете, но... Просто дайте мне играть дальше. Я теряю... Получается... Не только тот прогресс, который... Который, типа... Для концовки был нужен. Не только саму концовку теряю условно. В своем прогрессе. Но и что-то, что я делал прямо перед ней. Это... Опа. Не знаю. Зачем? Если разрабы Graveyard Keeper меня смотрят... Ребята, зачем? Мне... Мне прям... Отбило немного желание этот момент играть в игру. Хотя у меня куплены там дополнения, недопройдены. Но я после вот того, как мне откатили сохранение с концовки, я не играл в эту игру. Давайте к боссу сходим. Юзнем нашу... Наш активный предмет. А потом будем снова копить кристаллы. Так. Ага. Ага. Вот. И в общем, я не знаю, как в IntuVity нормально получить там все ачивки. Аккуратно. Да, ну... Это избиение младенца. Чувак просто по полустреляет. Если его висим под потолком, то еще... Я подозреваю, что боссы будут становиться сложнее с каждым нашим прохождением. И сложность я выбрал не самую сложную. Я вроде... Я вроде пытался среднюю выбрать, но я не знаю. Возможно, выбралось самое легкое вообще. Вот этот значок справа. Он означает, какую сложность. Просто этот экран странно показали выбора сложности. Я нажал на середину, но... был выбран самый первый. Вот эти штуки для перманентного прогресса, я так понимаю. Ну, хорошо. А давайте попробуем найти где-нибудь еще кристальчик и сходить в магазин. Должен быть интересный опыт. Правда, я не знаю. В магазине... А, но в магазине мы, наверное, монетками все-таки будем расплачиваться. И еще бы хотелось какую-нибудь пушку другую. Ну, наверное, на все это нам в магазине ответить. А, нет, все-таки нужно эти ящики и все остальное разрушать, потому что из них выпадают, блин, кристаллы. И что-то прям массово. Но девочка не рядом с нами бросает бомбы. Даже если она нас дамажит, то... мы этого не чувствуем. Так, а это что такое? 10 монет. А, это казино. Понял. Так, ну теперь мы можем в магазин сходить. Правильно? Блин, мне не нравится, что нужно зажимать... Когда мы зажимаем карту, игра паузится. Мне вот это не нравится. Так, нет, подождите, я не сюда хотел. Ну, возможно, я действительно играю на очень легкой сложности. Что это значит? Не знаю, не показывает. Но, наверное, это все-таки обозначает легкую сложность. Так, магазин. Магазин, магазин. А, блин, вообще, это портиться же можно. Портиться можно с телепорта на телепорт, что ли? А, ну, наверное, тут можно пострелять по этой двери и, типа, получить... получить урон и зайти. Так. Ну-га. Золотой дух. Мы можем только одну пушку иметь. Ага. Ближний бой. Ну, го, попробуем. Тут у нас как раз комната недопройденная была. Тут просто лежат две монетки. Окей. Ну, давайте попробуем телепорт. Вам. Ну, телепорт работает примерно... как ты предполагаешь, что телепорт будет работать? Все-таки со второго раза нам что-то выпало. Не уверен, что это был хороший трейдофер. Ага, понял. И не видел эти платформы раньше, но теперь понятно, что они делают. так, кулак. Такое ощущение, что достаточно много урона наносит. Адам автоматически стреляет во врагов. Ага. Хорошо. Лишним не будет. А мне еще нравится, что этот кулак отталкивает врагов, то есть мы можем так напирать на них. И не бояться, что мы в них впилимся. Но с другой стороны, нам все еще нужно бояться, что они в нас выстрелят. Просто-напросто... Так. Ага. Граната выпала. Окей. Эти камни здесь... Мне кажется, не просто так. Не понял. У нас сейчас что разбилось? Кристалл? Что вот это такое? А, может это значит, что у нас открыт выход с уровня? Не знаю. Так, ну давайте пробуем еще комнату испытания пройти. Тут на самом деле, хоть я и... Ну, по сути, во второй раз играю в эту игру. Тут многие обозначения угадываются из других рогаликов. То есть, если вы искушенный игрок, то вам будет примерно все понятно сразу же. так что... порог вхождения тут явно небольшой. Да, ну... Наверное, стоило как-то уровень сложности побольше поставить. Как-то я не понял, как... так что... так что играем как есть. Ну, не то, чтобы награда прям суперкрутая, но... чтобы телепорт активировать, нужно в него зайти. Ау. Ай. Два раза? Блин. Неудобно тут гранаты везутся. Ого, ого, ого. Не понял, что там за граната такая? Это предмет какой-то? Нет. Почему-то там граната красная была. и нигде это... А. Ааа. Ага. Это типа зажигательная граната какая-то? Или что? Так, ну это явно какая-то комната с ловушкой, которую я удачно зафейлил. Ой, какие-то тут монеток. Но вернуться будет ей легче явно. Я там просто лишний прыжок простоял. А так, в принципе, это несложно. Так. Вот тут у кристаллов иногда еще... А, стоп, подождите. У нас вместо шарика теперь какая-то другая хуйня. Что это? Ааа. Сейчас. Так. Ола, ола, обездвиживает. Но провоцирует мощный выброс энергии. Подождите, а где мой карик? Куда я его скинул? Это мне выпало... Ааа, тут активные предметы привязаны к кушкам, что ли? Наверное, да. Так, ну окей. Ага. Ааа, ааа, обездвиживает. Мы типа в воздухе висим. Окей. Но зато мы мощнее стреляем в этот момент. Окей. Справедливо, наверное. Так, ну, есть еще что тут исследовать в этой локации? О, три яйца? Да вы меня балуете. вы меня балуете? Или балуете? Как правильно? Напишите в комментариях. Так, сюда не запрыгнуть. бам, сюда запрыгнуть. Ага, два кристалла, которые не использовать. Но я так понимаю, это способность, которая у нас сейчас, она бесплатная. Открыть. не знаю, за что мы это открыли, но ладно. За обычный ключ? Так, что тут? Волшебная сумка замочных дел мастер. Я подозреваю, что это будет с каким-то шансом открывать нам двери бесплатно. Но у нас так дофига ключей. Волшебная сумка. Когда вы получаете урон, есть шанс получить случайный ништяк. Окей, ништяк это предмет? В смысле, или что? Просто мы вообще предмет хоть один какой-нибудь нашли. А, сейчас. А, ну вот, собственно. И это предметы, а есть какие-то значки. Ну, значки это просто повышение статов, а предметы, они какие-то особенные. Ну, ладно. Так, это последний уровень. Здесь ничего сложного. Да, блин. Гранаты, не перелетайте, пожалуйста. Стоило, там ящики вся разрушена, ну, пофиг уже. Я тут заморгал, потому что засомневался, вдруг стоило портнуться. Вообще, стоило портнуться, конечно, но уже пофиг. Уже так дойдем. Так, мне интересно, в какой момент нас выкинут в хаб. Я не уверен, что эту игру можно пройти с первого раза. Есть ощущение, что нельзя. и... Я готов к новому уровню или стартовой локации. Ну, я почему-то прыгаю. Я слышу, как я перемещаюсь лево-вправо. Но больше ничего. Окей. Ну, в общем, не без багов эта игрушка осталась. просто у меня черный экран был. Персонаж вроде где-то двигался, но ничего не происходило. Я думаю, это хорошая точка, чтобы остановиться. Мы, в принципе, посмотрели, что плюс-минус из себя игра представляет. Тут ну, давайте я все-таки зайду. Вернуться в бар. Пофиг. На прогресс. Давайте посмотрим. Оп. не забудьте обменять самоцветы на награду. Можно тут улучшать что-то перманентное за за те штуки, которые мы из боссов получали. Вот. Персонажи открывать каких-то, но это достаточно уже дорого все. Да, и тут много деревьев, которые нужно прокачивать. О, на обычном мы играли все-таки жесткий, легко, обычный, жесткий. Да, ну, я бы скорее всего для себя бы играл на жестком танцевать. Вот, ну, чтобы сильно не нубить, в первый раз я решил поиграть на обычном. Ну, вот такой неонабис, мне кажется, за бескладно, вообще конфетка и даже стоит, мне кажется, за него деньги отдать, по крайней мере, по скидке. Мне единственное, не нравится, что у них сразу же на релизе было такое, что у них пара персонажей платные отдельно. они на релизе их отдавали вместе с основной игрой, а потом сделали это платным DLC. Это какой-то странный подход, вообще, вот, все, что касается ценообразования с этой игрой, мне не очень зашло, прямо скажем, но сама игра классная, нечего сказать, готов порекомендовать, может быть, даже сам поиграю еще много, не знаю, как пойдет, посмотрим. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк, мне будет приятно, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, и, как обычно, живите дружно, не болейте, и до скорого.